Первый месяц лета в этом году был холодный. Это не помешало копейским садоводам к 1 июля снять первые плоды своих трудов. Вместе с Тамарой Дударевой весной мы сеяли рассаду овощей. Сейчас они начали уже плодоносить. Копейчанка поделилась с нами хитростями ухода за огурцами. С утра выхожу и начинаю подвивать. Вот обязательно вот эти усики нужно обрывать. Они забирают питание у огурчиков. Вот 10 усиков сорвал, это плюс один огурчик. Вот представляете, а если их 100 кустов, это 100. Если взять за правило. Утром вышла, оборвала и подвела. Вот раз вот так вот листиком зацепляешь и он сидит. По словам садовода, регулярный залог успеха. Если уделять грядкам каждый день по 15 минут, они обязательно вас отблагодарят хорошим урожаем. За помидорами уход почти такой же, как и за огурцами. Особенно до первой кисти, чтобы быстрее они наливались, нужно обязательно снимать эти лишние листья. И также вот прививать. Хитрости свои. И обязательно пасынки, пасынки все убирать. Вот они не по дням, а по часам растут. Каждый садовод пробует новые сорта и экспериментальным путем находит самые вкусные. Так Тамара Васильевна уже не первый год сажает редиску, но не круглую, а вытянутой формы. Эта редиска, французский завтрак, ее можно сеять все лето. Обычно редиску сеют только по весне или к осени ближе, потому что она в цвет идет, если не вовремя. А вот это вот французский завтрак, ее все лето можно сеять. И она очень сочная, она не горькая, очень вкусная. Ребятишки ее любят просто. Помыли и жуют, ходят. Очень хорошая редиска. Еще одно любимое лакомство детей и взрослых – клубника. Каждый кустик просто обсыпан ароматными ягодами. Тамара Дударева говорит, что уход за Викторией самый простой. Во-первых, я укрывным материалом сейчас можно спанбоды всякие продают. Поэтому сейчас даже проблем с этим нет. Раньше мы рубероидом накрывали грядки. Я давно уже так сажаю, лет 30. Накрываем, прибиваем, дырочки, консервную банку беру, ножом обрезаю и в каждую лунку сажаю. Вот это позднее, импортное. А это наша старая, наша проверенная, фестивальная, юбилейная еще с советских времен. Но плодоносит каждый год. По весне золой. Золой я обязательно подкармливаю. Потом немножко борной кислоты, немножко нашатырного спирта. Но это уже как для профилактики. Я химию не использую, а только натуральные вещества. Скоро уже пойдут и помидоры с перцами, вишни и малины и другие вкусности. Самое главное, чтобы погода в июле и в августе подарила нам побольше тепла и солнца. Там еще что-то какие-то. Продолжение следует... Продолжение следует...